МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ВИТАЕМ ВАС У ЭФИР БЕЛАРУСТРЫЙ КАЛЕДОСКОП КУЛЬТУРНЫХ НОВИН ГАДОМЫХ ИМЕН И ПАМЯТНЫХ ДАТ НА КАЛЕНДАРЫ 28-го СНЕЖНЯ И МЫ ПОЧИНАЕМ ПРАГРАМУ СА СВЯТОЧНЫХ ПАДЗЕЙ СЕННЕ МЕЖНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КИНО СВЯТОК КИНЕМАТОГРАФИСТЫ У АМАТОРОВ КИНО ПА УССИМ СВЕТЕ ОФИЦИЙНЫЙ ДАТА ЯГО НАРАДЖЕННЯ ЛИЧИТСЯ 28-го СНЕЖНЯ 1895-го ГОДА КАЛЕ У ПАРЫЖУ У ГРАНД КАФЕ НА БУЛЬВАРЫ КАПУЦЫНАК ПРАЙШОЛ ПЕРШИЙ СЕАНС СИНЕМАТОГРАФА БРАТОУ ЛЮМЬЕР ГЭТА БЫЛ ПЕРШИЙ ФІЛЬМ У ГІСТОРИЇ КИНЕМАТОГРАФА, НА ЯКІ ЛЮДЗІ НАБЫВАЛІ КВІТКІ У ДАКІ КИНОШНЫЙ ДЕНЬ НЕЛЬГА АБЫСТІ УВАГА МУЗЕЙ ГІСТОРИЇ БЕЛАРУСКАГО КІНОДЗЕ ГЭТАМІ ДНЯМІ АМАТОРАМ ТАЛЛЮТУ ЛУКІ НА ВИСКОНЦІ ПРАПАНУЮЦ В ПЕРСАНАЛЬНУЮ РЕТРРАСПІКТЫВУ ПАД НАЗВАЙ У ПОШУКЛАХ СТРАЧАННЫЙ ПРЫГАЖОСЦІ ПАКАЗ ФІЛЬМУ ПРЫМЕРКАВАНЫ ДАСТА ДЕСЦІ ГОДЗЕ З ДНЯ НАРАДЖЕННІ ИТАЛЬЯНСКАГО КІНОРЕЖЮСЕРА У ПРАГРАМУ УКЛЮЧЕНЫ ВОСІМ СТУЖАК ВСЁНЯ ГЛЯДАЧЫ МАЮТЬ МАЦЦІ МАЦЦІ БАЩЦІТЬ ФІЛЬМ ЗАВЯЩАННІ РЕЖЮСЕРА ПСІХАЛЛАГІЧНУЮ ДРАМУ СЯМІЙНЫЙ ПОРТРЕТ У ІНТЕРЬЕРЫ ЯКУЮ ЙОН ЗНЯУ У ТЫСЯЧА ЧАЦВЄРТЫМ ГОДЗЕ НА ЧАРЗЕ КУЛЬТУРНЫЕ НАВИНЫ МОГИЛЮЩЩЦЦІНЫ НАРОДНУЮ ПРОЗУ БЕЛАРУССКО-РАССІЙСКАГА ПАМИРЖА ПРАДСТАВЮ У МОСКВЕ ЖУХАР ВЁЗКІ СУДЗІЛЫ КЛИМОВІЦКАГО РАЙОНУ МОГИЛЮЩКОЙ ВОБЛАСЦІ АЛЕКСАНДР ГАЛКОВСКІ НА МИЖНАРОДНЫМ СИМПОЗЮЮМЕ МУЗЫЧНАЯ КАРТА СВЕТУ СЁЛИТА СВАЕ СПЕВЫ И ПАДАННИ ПРАДСТАВЮЛЮ У ТЫМ ЛИКУ КОНГА, ФРАНЦАЯ И ТАДЖИКИСТАН МУЗЫЧНАЯ КАРТА СВЕТУ АТКРЫЛАССЯ СТАЛИЧНЫМ ГЛИДАЧАМ У РАХМАННИНОВСКАЙ ЗАЛИ МОСКОВСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ПАДАННЯ ПРАЗЬМЕЯ НУПРЕЯ И АСАБЛІВАЯ ГАВОРКА БЕЛАРУСА СПАДАБАЛІСЯ НА МИЖНАРОДНЫМ СИМПОЗЮМЕ НАВУКОВЦЫ МЕРКАВАЛІ ЯК ЗАХАВАТЬ У СУЧАСНЫМ ЖИТІ И ТЯПЕРЫШННЫХ СОЦИЯЛЬНОЕ КАНАМИЧНЫХ УМОВАХ МУЗЫЧНУЮ ТВОРЧАСТЬ ВОВНА СВАЯ И СВІТЕРНА ГАСПАДАРЫЙ ПРАДУКТ ПОВНАСТЮ УЛАСНЫЙ ВЫ ТВОРЧАСТІ АЛЕКСАНДР ГАЛКОВСКІ КАЖА, КАЛІ ПРАДЕШ, ТРЕБЫ СПЯВАТЬ ГЭТАМУ ЙОН СПІЦЯЛЬНА НЕ ВУЧЫВСЯ, ПРОСТА СЛУХАУ СТАРЕЙШИХ ВЯСКОВЦЦАВ ГАЛКОВСКІ З СУДДІЛАВ ВЯДОМЫ ЗАХАВАЛЬНІК БЕЛАРУССКАЙ СПАДЩИНЫ СТРАДАВНЯ ГАСЯЛЯНСКА ГЛАДУ ЖЫТТЯ У ЯГО ВЕЛІКАЯ ГАСПАДАРКА ШМАТ ЖЫВЁЛАВ І КЛОПАТАВ У КЛЕЦІ ЗАДНАГО БОКУ ЗБОЖЖА І ГАСПАДАРЧА ПРЫЛАДЫ А ЗІНШАГО ПРАКТЫЧНА МУЗЕЙНЫЕ ЭКСПАНАТЫ ХАСПАДАРКАЖА ДІДОВСКІ І ПРАДІДОВСКІ ЧАРАПКІ ЯКЕ ЖКАДА ВЫКІНУЮСЬ НА СМІТНІК АЛЕКСАНДР ГАЛКОВСКІ НЕ АДМАУЛЯЄЦІ АТ СУЧАСНЫЙ ЦЦІВІЛІЦІЦІЙ АЛЕ СТАРАННО ЗАХОВАЯ УСЁ, ЧТО ЗАСТАЛОСЬ АТ ПРОТКАУ УСІХ АМАТРАУ КЛАСІКІ МЕЖНАРОДНЫЙ ПРАЕКТ ТЕАТР ЭЙЧДІ СЁННЯ ЗАПРАШАЮ В ВЯЛІКІ ТЕАТР РОСІЇ НА САМЫЙ НАВАГОДНІЙ БАЛЕТ СЧОУ КУНОК У ПАСТАНОЦІЦІ ЮРАЯ ГРЫГАРОВІЧА НАСТУПНЫЙ НАВИНА ЗАЦІКАВІЦ МАЛЕНЬКІ ГЛЯДАЦЩОУ ЗАРАЗ ПАБЫВАЦЮ ГАСТЯХ У БЕЛАРУССКАГО ДЕДА МАРОЗА МОЖНА НЯ ТОЛЬКІ У БЕЛАВЕРСКАЙ ПУЩЩЩІ У САСНОВЫМ ЛЕСЯ НЕДАЛЁК ОТ ГОРОДА НАД СОЖИМ АТКРЫЛАСЯ РЕЗИДЕНЦІЯ ГОМЕЛЬСКАГО ДЕДА МАРОЗА ДЕДЫ МАРОЗЫ ГОМЕЛЬШИНЫ ЗАРАЗ АКТЫЛ НАПРЫМАЮЦ МАЛЕНЬКІ ГАСТІЙ У СВАИХ РЕЗИДЕНЦІЯХ НА ГЭТЫ ДОБРАЧИННЫЙ РАНЩННИК ЗАВИТАЛЮ ВЫХОВАНЦЮ ГОМЕЛЬСКАГО ДЕТЯТІ СЮДЫ НЕ ПРОСТА ИДУТЬ БЯГУТЬ ПАПЕРШЕЕ НА УЛЦЦЫ СНЕГ И МАРОЗ ЕСЬ МАГШИМАЦЬ КРЫХУ САГРЕЦСЯ А ПАДРУГОЕ Я НА УКАЗАЧНЫЙ ГЕРОЮ ХОЗИ НЕ ВЕЛЬМИ ВЕРАЦЬ, АЛЕ У КОЖНАГУ СЮ РОВНО ОТ ЧУВАНИ НЕШЕГА СВЯТОЧНАГА ВАДІМУ БАЛОБАНУ 12 ГАДУ ЛЕТАСЯГУ ЗАПРАСИЛЯ НА ПРЕЗИДЕНТСКУЮ ЙОЛКУ ДЮЮ НЗМОХ НАВАТ ПРАЗМАУЛЯЦСЬ С КЕРОВНЯКОМ ДЕРЖАВЫ Кажется, что серот подарунков хотел бы убавшить новую футбольную форму. Хлопец займается спортом, а ли самое заповедное ожидание? Хотел бы еще раз поехать на президентскую елку, увидеть президента, еще раз ему подарить цветы и пожелать ему здоровья. Маленьким наведбольником у таких резиденциях пропонуют подороже усоправдную каску с затреманием заповедных подарунков, об яких ей написали Деду Морозу. Подлетки больше прагматичные, а ли верусь у суд им хочется ни як не меньше, бо Новый год напылно самое доброе свято на свете. Минуло маль 200 годзе, с часу написання Андерсенам каски «Снежная королева», а ли ее по ранейшому читают, переказывают, ставят на сцене и экранизуют. Свой вариант каски Андерсена сегодня пропонуют маленьким глядачам актеры музычного театра. До 35-ти годзя программы «Калыханка» редакция газеты «Переходный возраст» опубликовала серию интервью с героями детячей программы. Разом с тем был объявлен конкурс суместно с телеканалом «Беларусь-3» на лепший сценарий для программы «Доброранок». Переможцами у им стали Алина Болбас и Дарья Хомич. Так само на церемонию узнагородження были запрошены самые активные юные корреспонденты газеты Юлия Пятруша, Арина Маринова и Александр Устинов. Усе удельники сустречы отрымали подарунки от телеканала «Беларусь-3» и газеты «Переходный возраст», а по сценариях переможцам у лютым будут вздымать программы «Доброранок». Накеровываемся у Купаловский театр, где сегодня показывает знакомитый ведевиль Винцента Дунина Мартинкевича «Пинская шляхта». Это очень гордый, смешный и вместе с этим надзвучит познавальный эпизод жизни месточковой беларуской шляхты. Я думаю, что история двух заказанных, счастье у которых заменяет ворожность родителей, совсем не новая. Мастерский руководитель Купаловского Миколай Пенигин перетворил классический ведевиль в фарс. У яким публицы просто не дают передыхнуть помеж жартами и иншими складниками комедийного жанра. На черзе информационные узбогачения нецекавыми подземьями, які отбываются у передновогодней беларуской столицы. Пропонуем разом с нашими корреспондентами окунуться в атмосферу сосветного джаза. Музыка может докладно передать проспевный лад и гармонию, настрой и святочную атмосферу. Гэта истинна добра вядома бигбэнду концертного оркестра «Няміга» под керовництвом дирижора Максима Расохи. Для калядной программы музыканты обрали Дюка Эллингтона, Глена Миллера або, простей, джаз. И зала, дякую, что акустыка верхніха города дозволяла, загучала классикой 30-х годов. А крымя сусветных джазовых стандартов, типа «Каравана» альбо «Свит Чорджа Браун», Духавэй Оркестар зарабіў гістарычны экскурс па песнях, які выконваліся на каляды ў Амерыцы. Асаблівую увагу дирижор надаў теме вытоку беларускага джаза. Не абайшлося біз музыкі вялікага імправізатора Яугена Глебова і чалавека лігенды белага брата Луі Армстранга Эді Рознера. А слухачы задаволіна прытупываюць 7-8-х, нібы адлічываюць гадзіны да святу. Мушчынскі размовы прагаловныя на 7 галасов з'явіліся ў репертуары драматычнага театры «Мя Горкага». Жадайте паслухаць, пра што гавораць моцныя і слабыя, упэлненая і неупэлненая, паспяховыя, і які яшчы імкнуцца реалізаваць сябе мушчыны. Калі побачняма жанчын, адкасня будзе оригінальным, мінавіта пра жанчын. Дакладній пра іх падступства, нявернаць і крывадушнаць. Протягваем вандроўку па беларускіх гарадах. У Гораді Надбугам адбыласья прым'єра незвычайна га новогодняга шоу. Зазірнуць у коралевства разбітых люстыркаў запрасілі браставчан столічныя артысты. «Кто на свете всех добрее, всех прекраснее, сильнее?» «Сказка сложная, сложный сюжет, много персонажей, все новое. Новые трюки, новые костюмы, много новых артистів, авторская музика». Режисюр отзначає. Театральна цирковая каска створалася на основе шматгадовага в опыту работы с концертными шоу сусветных зорок. У постановці заденижено більш за 30 артыстів, а для технічного обсталявання спотребілося 5 тонн реквізиту. Далей працікава гістарычная падзея. 951 год тому у Лондоні було завершено будовництва царквы Святога Пятра, якая стала основой вестмистарскага аббатства. У гэты дзень царква была освечена, а праз два месяца было открыто і само аббатства. Пасля тут проходзіле коронациў усіх британскіх монархал. Так само аббатства стало местам пахавання шматликих выбитных англичан. Сьогодні вестмистарске аббатство з'являецца дзеючай царквою, в якой што дзень проводзіцца літургія і службы. І ў працяк вандроўки па Велікабрытанній гэты маладыя людзі танчат і співаюць падзнакамітыя поп-рытмы. Незвычайны танцполз знаходзіцца на назіральній пляцовцах Марачоса Шарт ў Лондоні – самага высокага будынка Заходній Європы. Тут на вишені 244 метрів надзямлёй праходзіць так званая безшумная дискотека. Пляцовка знаходзіцца на 68-м па версі будынка. Кабдабрацца да яе, неабходна скорыстацца двума ліфтамі, а потым па прыступках узняцца яшчэ крыху вишэй. На месці тры дзі дзея выконываюць свае рытмы на трох розных каналах, кожны наведвальнік выбірая музыку на свой густ. Мні падабаецца, што гэта нешта незвычайна. Вы отрымлівацца салады ад дзюнага ввиду і забаўляецецца. Гэта на самосправе вісі. Назіральніх пляцовык дзе. Верхня, без даху і знаходзіцца яшчэ вишэй на 72-м па версі. На ёй можна отрымацца саладу ад самых знакавых славутості гурада. Лондонская Вока, Сабор Святога Паула, Тауэрскі мост і Рака Темза. Гарадская панорама адкрываецца на 22,5 кілометры. Мы знаходзіцца на 72-м па версі, а літеральна мы на вуліце. Калі пойдзе дождь, мы намокнім. Так само трэба памятыць, што тут холадна. Дискатэкі ў Шарт ладзіцца кожную суботу. У ваходны квіток каштуе крыху больш за 46 доларо зэша. Часу згадаць славутых асоб, які нарадзіляся гэтым днёму розныя гады і першым віншоем з днём нараджэння беларускага компазітора Дзмитрая Даугалёва. Яго алтарству належаць рок-опера «Агонь Прамітея», шарых симфанічных твору і музыка для спектаклів і кіну. Де таго ж алтарству Дзмитрая Даугалёва належаць шмат пісінь для дзятей. У Міжнародный день кіну згадаем і савецкага кінорэжісёра, народных артыста СССР Міхаіла Калатозова, які 113 гадыў таму нарадзіўся у Тбілісі. І там же у грузінскім кінове ў зрості 20 гадыў пачаў свой творчы шлях. Найбольш вядомая глядачам яго карціны «Мужнасть» і Валіри Чкалоў знятае на кіностудыі «Ленфільм». За фільм «Лятя джуравы» ў 1958 годзі на Міжнародным кінофестивалі ў Канах Міхаіл Калатозов отрымаў золотую пальмову галіну. Сёня спалняецца 106 гадыў зня нараджэня актёра театра і кіно народных артыста Беларусі Івана Шатілы. Стать актёрам ён вырышў яшчы ў дзятінстві із-за довальнэнням ў дзельнічаў мастацкай самадзейнасті. Ма раздейснілася, пасля заканчэня артыстычных курсав Іван Брониславович працаваў ў Рускім і Купалускім театрах, дзеў васобі ўшма цікавых розноплановых роляў. Ті чуле вы, каліне будь свядомы ўсім калядну мелодую джингл-бэлз ў стыли джаз. Каліне, то сёня варто звернути увагу на концертну программу каляды с капеллой Санорус ў Верхнім Горадзі. Про сам концерт, а так само про юбилейный год музычной капеллы Санорус. Зараз прапануем вам размову з веўе мастацким керувніком и головным дырыжёром Александром Хумала. Александр, здравствуйте. Достаточно часто, паследне время, музыкальная капелла Санорус радует поклонников новыми выступлениями. Музыкальная активность связана с предстоящим юбилеем? Да, музыкальная капелла Санорус этот сезон отмечает как 25-летний. Довольно трепетно мы к этому относимся. Мы сделали очень большую программу, интересную, причём интересную для всех, как и для детей, так и для взрослых, как для любителей очень академической, серьёзной классической музыки, так и для любителей разного вида музыки. У нас была программа «Белорусская перета», такого лёгкого классического жанра. А сейчас мы готовим рождественскую программу, весёлую, джазовую, которая называется «Рождество» с музыкальной капеллой Санорус. Так вот не затейливо, но очень ёмко. С удовольствием хожу на рождественские концерты Саноруса. И заметила, что в них вы отдаёте предпочтение определённым музыкальным стилям. Безусловно, потому что вообще наше направление академическое. Но я сам очень страстный поклонник джазовой музыки. И вот мне хочется, используя такой организм, как наш хор, который тоже очень открыт для новых стилей, вот как-то экспериментировать, что ли, называется. В этой программе замечательные рождественские песни, которые обработаны в джазовый, в госпл стиле, либо стиль ритм-блюз, который очень популярный на Западе. И самое главное, что у нас замечательные, очень классные солисты. Это Вероника Яновская. На моём мнении, это один из лучших вокалистов, который поёт в джазовой манере у нас в Минске. Ну и специальный гость у нас – это пианист Тимур Щербаков. Это настоящий джаз, настоящая импровизация, настоящий дух джазового музыкирования. Ну и, конечно, наш хор, музыкальный капелл «Сонор», который уже третий год подряд мы делаем подобные рождественские концерты. Для нас уже добрая традиция. Заметила, что у ваших концертов уже сложился свой зритель. А круг поклонников как-то подсказывает вам репертуар? Конечно, мы должны понимать, что от нас хочет зритель. Но, с другой стороны, наша задача – зрителя воспитывать, да, в каком-то определенном… Не то, что я так не люблю это слово – воспитывать, как думают тут учителя, из указка. Нет, не воспитывать. Предлагать какую-то новую альтернативу музыке, которая, допустим, не была ещё у нас сыграна. Не через наши известные коллекции филармонические, оперные и так далее и тому подобное. Для меня очень важно показать что-то новое, тоже из академической музыки, из музыки неакадемической. И это находит всегда отклик у нашей публики. И они это ценят. Они приходят для того, чтобы узнать, а что интересного ещё. Вернёмся к предстоящему юбилею. К 25-летию у коллектива «Большие планы». Всё ли из задуманного получается? Юбилейный сезон такой очень насыщенный, и он напряжённый очень. И все музыканты понимают, что мы должны именно показать всё самое лучшее, к чему капелла пришла за 25 лет. И я счастлив сказать, что все наши задуманные планы, слава богу, исполняются. В этом году мы действительно показываем различные направления капеллы, которые достигла больше 20 лет с Алексеем Александровичем Шутом, который и основал эту капеллу. Ну и скромные мои 4 года здесь уже работают. Тоже какое-то наполнение есть. Александр, спасибо вам большое. Поздравляем с Рождеством вас и весь коллектив с предстоящим юбилеем. Спасибо. И поколь это всё, что мы поспели вам рассказать до сустречу эфира, заставайтесь на телеканале «Беларусь-стрим». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова